Всем здравствуйте! Сегодня я рассказываю о номере, в котором мы жили в гостинице из Rotel Sport Club. У нас в номере был сейф, работал он хорошо, без проблем. В шкафу очень мало плечиков для одежды. У них здесь на полках лежит запасное одеяло и подушка, но я бы на их месте вместо полок сделала длинную перекладину для вешалок. Это было бы намного удобнее. Халатов и тапочек в номере нет, но есть в номере чайник, кружки, чай, кофе, сахар. Все это бесплатно. Вода здесь считается чистой, поэтому ее можно набирать прямо из-под крана и кипятить. Номер нам дали на первый взгляд с двуспальной кроватью, но это не так. Под простынью лежат два матраса. Спалось на них в принципе комфортно и удобно, но периодически эти матрасы разъезжались в разные стороны. Подушки мягкие, постельное белье очень приятное на ощупь. Одеяло большое и легкое, а то, которое в шкафу теплое. Здесь есть место под чемодан. Есть несколько выдвижных ящиков, которыми мы вообще не пользовались. И вот на их месте я бы сделала полки для запасных одеяла и подушки. По телевизору мы смотрели канал на русском языке, но также каналы на иврите и на английском. В номере очень много зеркал и совсем нет картин. У столика стоит вот самый обыкновенный стул. И еще в номере есть кресло. Очень старое и очень грязное, которое давно уже пора выбросить. Видно, что оно уже разваливается и что оно здесь вообще не к месту. И только портит общее впечатление об интерьере в номере. Номера убирают ежедневно. Меняют полотенца и постельное белье. Горничными здесь работают в основном русские женщины. Пылесосят они всегда строго вокруг тапочек. Личные вещи никогда не трогают руками. Также горничные моют посуду и докладывают пакетики с бесплатным чаем и кофе. При заселении у нас в номере был пустой холодильник. То есть ни воды, ни платного бара тут не предусмотрено. Воду нужно самим спрашивать в лобби-баре у барменов. Мы взяли у них несколько бутылочек и потом доливали воду из диспенсера. В шкафу оказалось очень мало места, как я уже говорила. И одежда у нас висела либо на спинке стула, либо у зеркала на полке. Также на стульях на балконе мы сушили купальники и плавки. Потому что по-другому вообще никак. Мы заказывали и оплачивали номер с видом на горы, так как он чуть-чуть подешевле. Но дали нам номер с видом на бассейн, чему я лично очень обрадовалась, так как я не хотела смотреть на горы. Кстати, жили мы на третьем этаже, и шума от бассейна совсем не было слышно при закрытой двери балкона. Еще хочу отметить, что нам сразу дали два ключа от номера, что очень удобно. И мы с мужем могли прийти и уйти в разное время, и никак друг от друга не зависели. Как это было обычно в других странах, в других отелях. Например, в Египте, в Турции, в Таиланде. Здесь ключ, как и везде, это магнитная карточка. Но вот от этого ключа цвет в номере никак не зависел. То есть обычно как заходишь в номер, вставляешь ключ, карту в специальное отверстие, и работает свет и розетки. Но здесь, в Израиле, почему-то не так. И ключ нужен был только для того, чтобы войти в номер. Свет, соответственно, мы сами включали и сами за собой, уходя из номера, выключали. Свет, соответственно, уходя из номера, выключали. Ванны комнатки здесь тесноваты. Стандартно, как везде, есть мыло, шампунь, гель для душа, еще есть бальзам для волос. Имеется достаточное количество полотенец. Три больших полотенца для тела. Одно для ног, чтобы постелить на пол. И два для рук, удобно висят под раковиной. Душ и лейка работали хорошо. Слив в душе тоже ничем не забит. Вообще, горничные очень хорошо убирали в ванной. Стекло от душевой кабины и зеркало тщательно выцирали от брызг. А сантехнику чистили до блеска. Обычно горничным я оставляла 1 доллар. И маленькую шоколадку с видами Москвы, как сувенир. В памятке для гостей указано, что на стойке ресепшн можно взять фен. Но, к сожалению, я не знаю, я не брала. Возможно, за него придется оставить залог. Продолжение следует... Продолжение следует...